Мне интересно все собравшись, мы не будем затянуть, мы начнем работу. Я вижу, что тема вызвала неплохой резонанс в нашем коммунальном сообществе. Я ее просто еще раз напомню и подведу, так сказать, информационный подход к данной теме. Не заплатишь, не поверишь. Это ассоциируется с достаточно известным, довольно вульгарным обывательским «не подмажешь, не поедешь». Но в данном случае эти два понятия ни в коем случае нельзя смешивать. Потому что в данном случае не заплатишь, не поедешь. Речь идет о новом законе об алиментах, который был инициирован достаточно давно, который прошел через все кернии, по-моему, даже через медные трубы и огонь. Одним из инициаторов является депутат живой культурнирша Айсулума Маршава. Вы ее хорошо знаете. Сейчас мы принесем табличку «Кюверт», а также ряд гражданских активистов. И они вам расскажут, на что направлен новый закон об алиментах, каковы оригинальные механизмы включены в этот закон, почему он будет максимально эффективно защищать детей, потому что бывших детей не бывает, вы с этим согласитесь. И еще вы определенно согласитесь с тем, что у всех детей равны. Вот в чем принципиальная суть новшества, и почему это связано напрямую с тем, что не заплатишь, не поедешь. Итак, еще раз представлю вам Айсулума Маршава, напомню еще раз, что она является депутатом Генеша и одним из инициаторов этого нового законопроекта. Здесь также присутствуют гражданские активисты, которые тоже немало сделали для того, чтобы эту тему, мало того, чтобы возбудить, разложить по полочкам, и для того, чтобы он превратился, наконец, в законопроект об алиментах. Это Нулина Сулайманова, она юрист, Аида Сабургетова, это гражданский активист, и Инна Аксенова, гражданский активист. Здесь присутствует одна из самых активных гражданских активистов, которых, вероятно, вы хорошо знаете по социальным системам от Молок Джан Болотова, и здесь присутствует юрист Айгина Йоржа. Мы ничего не будем говорить о Генгеле, но вы видите, что в составе спикеров это очень активные женщины, которые в нашем обществе все-таки занимают, несмотря ни на что, терминирующее положение во всем в том, что должно соответствовать прогрессу. Начинает пресс-конференция Акмара Джан Болотова, потом она передаст слово Айсулу, и далее мы будем работать дальше. Прошу вас. Здравствуйте, дорогие журналисты, общественные. Мы хотим к вам обратиться. Чтобы внимание общее народа это очень серьезная проблема. Если посмотреть на любой дом, то почти в каждом доме 70% я могу сказать людей эта проблема дотранивает. на самом деле мы годами назад сынные создали движение называется «Мама, ты не одна». Где мы пытались помогать всем мамочкам, всем, у кого были проблемы с подразводом, с алиментами, разъемным имуществом, различные проблемы. И все это показало, насколько у нас устален закон. Закон в данный момент работает еще 90-го года. И нам всем необходимо предложить усилия, чтобы продлился сейчас новый закон, который благодаря Айсулу Мамашеву и нашим депутатам, которые думают о нас, сейчас должен как бы удовлетворяется войти в действие. Здравствуйте, я Мамашеву Морисовичу. Я хотела вам добавить, что соинициаторами данного в этом проекте являются все женщины депутаты и в этом меже. Потому что проблема на самом деле касается почти каждой семьи. Если не касается интернета, то в каждой семье есть люди, которые уже в процессе расторжения работают. я хотела сказать, что через данный законопроект появится очень хорошая норма, которая будет увеличивать сумму алюментов. Если раньше алюментчик мог платить 200-300, к сожалению, в сегодняшний день существуют и такие алюменты, то через этот законопроект мы хотим увеличить эту сумму, но привязываем ее к минимальному размеру уплаты минимального прожиточного минимума на 1-2-2. И она будет составлять минимум 1800 центров. Эта сумма может меняться ежегодно, потому что она оброждается над футкомом. А также в семейном кодексе было понятие злостный неплатящий элемент. Но кто является злостным неплатящим понятие нервное. Поэтому мы раскрываем это понятие и теперь злостным платящим считается человек, который более двух месяцев не платит элементы. суммарно в течение года. Также мы вводим ответственность за невыполнение решения суда. Устанавливаем в судебном порядке разрешение спорта по вопросу временного выезда ребенка, что судья должен в течение не позднее одного месяца рассмотреть данное дело. И по решению суда по заявлению одного из родителей можно разрешить выезд за рубеж. Потому что очень много было споров касаемо этой нормы. Потом прописывается обязанность учитывать доход родителя, полученный за рубежом, что тоже не маловало, потому что, к сожалению, многие на сегодняшний находятся в трудовой миграции, но это ни в коем случае не освобождает родителя от вклады алиментов. Также прописывается обязанность участвовать в дополнительных расходах на ребенка, даже при прекращении алиментов адезат или при передаче имущества в собственность ребенка. У нас, к сожалению, в семейном кодексе также была норма, что только в случае серьезного заболевания ребенка можно было обратиться к второму родителю. Но разве любое заболевание ребенка не является уже серьезным самим по себе? Начиная от лечения зубов, заканчивая простудой, это все деньги, и деньги на сегодняшний немалые, поэтому здесь мы тоже вносим оправки за то, чтобы можно было обращаться к одному из родителей именно в случае, если ребенок заболел, любую болезнь не обязательно серьезно, как было прописано в кодексе ранее. и также информировать искателя о праве обратиться в суд с заявлением об признании должника, безвестно отсутствующим по истечении одного воза розыска. То есть до сегодняшнего дня такой нормы не было, мы ее тоже вводим. Вот в принципе такие вот самые основополагающие вещи, еще есть несколько изменений, но самые основополагающие изменения также мы хотим добиться того, чтобы неплательщик алиментов не мог выехать за рубеж, он нападал в этот список автоматически, а не по требованию и обращению в суд. То есть если ты должен алименты, ты не можешь выехать за границу не потому, что мать обращается к судье, а потому, что ты уже должен и автоматически попадаешь в этот список. Как бы модель и рода на месте. Я хочу сказать, что вообще на рубежу после родвода все проблемы в основном решаются автоматически. По нашему законодательству женщина должна пойти в суд, написать заявление, откудиться, гадать, исследовать то, что положено под окон или ребенку. Получается, это через множество судебных, которые проходят в домах. Это просто на самом деле это несправедливость именно по отношению с детям. И я хотела доставить слово адвократу Айзану Девчону, чтобы он рассказал про то, что есть серьезные такие моменты и случаи. на практике. У нас, например, после расторжения брака и фактически врачных отношений именно женщина или с кем остается ребенок, она не защитит. Он не знает. Мы защитим закон. Это, начиная, например, нужно обладать обратиться в суд. Но это, соответственно, чтобы обратиться в суд, это уже грамотно составит заявление, что бывает всегда не каждому давно, потому что многие именно в отдельных частях, например, как ребенок, иногда даже какая юридическая поддержка, если там, грубо говоря, сколько у меня школ нет, чтобы написать грамотно. Также, плюс еще начинаются сроки рассмотрения. Иногда бывают анименты, бывают многие, кто обращается к юристам, знают, что можно судебный приказ, где судья и где наличный выносит в течение трех дней. Но бывают дорогие, которые не знают, и падают как исковое зарубление, или, например, развертый денежный сон. И все это рассмотрение, извините, это затягивается, грубо говоря, на месяцах. А вы знаете, да, что ребенок года трех, неисполнилось, три года, мать получается, и тот родительский у вас нет ребенок, она остается дома. Соответственно, без источника дохода. И иногда анименты бывают физицией источником дохода. Плюс еще, начинается, получается, хорошо, прошли весь этот круговорот, получили решение, соответственно, начинается исполнительная производство. Исполнительный, судебный исполнитель, когда принимает исполнительную весть, тут начинается обратно своей же круговоротной, где чисто юридически взыскатель уже заместительца и заведителя, она становится взыскателем. Не зная законно, начинается то, что судебный исполнитель не ставит сразу в розыск, ой, не ставит ограничения на приз. Он говорит, ждет 10-дневного срока, чтобы он добровольно исполнил. Но есть это у нас трудовая миграция, и он потом выезжает в неизвестное место жительства. Плюс, пока он начинает эту всю ракету, когда обращаться в государство и наши органы, именно узнавать имущество должника, место работы, социальное и так далее, тоже затягивается на несколько месяцев. Вы представляете, те люди, например, которые получают ежемесячно зарплату, а ребенок получается уже три раза в день, он не в месяц не может получить эти денежные не в два не в три месяца. Иногда это затягивается обратно тоже на года. Когда получается розыск, когда неизвестное место жительства должника, начинается объявлять розыск. Исполнительное производство начинается не останавливаться. Но, извините, а где защита? где у нас конституция на лучших интересах ребенка срабатывает. Обратно же ребенок не может получить. Нужно просто изменять законодательство, потому что тогда это было советское время, когда принимали законы, были изменения, но на практике просто нужно смотреть на практику. На практике иногда это социальные моменты и очень затруднительно. Ритма, например, бывает такое, что должник незаконно пересекает границу. Обратно же взыскателю нужно это доказывать. Наши компетентные органы начинают просто отклещиваться. И что вы думаете? У нас, согласно судебному акту, ежемесячно со всех видов доходов, он уезжает, например, в Южную Корею, как у меня просто на практике, уехал в Южную Корею, где за накладка минимум полторы тысячи долларов, а у него тот алименты, грубо говоря, три тысячи сомок. Это же ущерб ребенку, тот маленький ребенок, который малолетний или несовершеннолетний, который не может свои пропали и защитить. Из этого просто нужно законодательство менять, из научных интересов ребенка именно убирать, как, например, закон о проступках, например, 77-я идет, неисполнение судебного акта, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 167-я закон тоже о проступках неисполнение судебного акта. Неисполнение судебного акта у нас в Конституции Горгийской Республики. Все судебные акты обязаны исполнению независимой юрг, лист, должностными лицами. Но на сегодняшний день, почему ее так принесили, эту норму Конституции, как закон о проступках прошло. У нас отрезается так же норма Конституции научит интересов ребенка. И обратно уже принесили и сделали закон о проступках. алименщик, тот, кто платит например алименты, если не исполняет, не платит алименты, где иногда бывает тысяча сом в месяц, это нарушение Конституции, получается, ну тысяча сом это вообще ни о чем. И даже минимальный прожиточный ремень на ребенка определенная тоже своя сома. Тысяча сома. Да. от ноля с рождения например до семи лет и вот так определенная своя сумма. И то получается если он не платит алименты, как вы думаете, он заплатит штраф? 5 тысяч сомов. Ну знаете, и задумывай в другое. Нужно общественные работы. Ранее была такая законодательство административная 422 и 5. Данная норма очень хорошо работала именно взносный не платил алиментов в плане не платит алименты, то соответственно судебный исполнитель не носил представления и ему могли отсутствие до 5 закрыть. Да. вот это да, это вот именно почему сейчас были просто не плачут. Да. Это как бы даже можно сказать основное да, сказать как бы доход в чат на стороне наоборот иногда послушно да. Вот именно тот родитель который должен платить алименты на свои на своего малолетнего и несовершеннолетнего ребенка и он грубо говоря на судебную у нас получается практика и об исполнительном производстве вообще на практике да. ну извините за алименчиком должно оставаться 50% от его зарплате а извините а если он годами не работал у него задолженность по 200 по 300 тысяч есть задолженность по алименту на сегодняшний день этим детям уже эти дети уже 18 лет они до сих пор не могут получить ни сусом из этих алиментов потому что вот по 77 6 обратились у нас мужа два раза в другом сухолубский вы знаете сухолубску мы обратились когда получается то изменение никакой реакции мы обратились также в сухолуб сухолуб мы обратились в июле месяц и на сегодняшний день сухолуб тоже молчит о в сухолубского района проблема вообще получается очень проблем даже не в том что мы допустим закон еще и кроме этого исполнение у нас романа даже хороший замечательный закон если не сделать строгие рамки и объяснение каждому закону как он должен действовать получается что судья сам просто решает как я хочу предоставить слово имя и я очень хотела чтобы она рассказала про меня что без столба не вы говорите чуть громче обычно идет разучается сам не я с чем не говорю с чем не говорю с чем чай перед вашим чай да меня зовут Афсенова и я немножко объясню о нашем неформальном движении о котором упомянула как оно появилось и почему мы сейчас этим занимаемся у нас есть зарегистрированное общественное объединение по национальному смысл мы мы проводим вместе с правительством 6 ноября большое мероприятие на кустом куда мы хотим пригласить все госорганы которые связаны косвенно и непрямо именно с нашей проблемой это ГРС погранслужба потому что я не знаю кто-то озвучивал очень большая проблема в том что дети не могут выехать за рубеж потому что второй родитель ставит запрет на выезд ну или просто как бы не дает разрешения вы знаете что невозможно вывести ребенка без разрешения права поэтому мы хотим пригласить как раз депутаты у нас будут у нас правительство у нас будут все ветви исполнительной законодательной и судебной власти потому что все упирается собственно как здесь уже объяснили судебных исполнителей потому что не прописан четко инструменты действий что ли после того как судебное решение вынесли мы сами затмел столкнулись с этой проблемой у меня суд у нее он уже затмелился к сожалению не очень хорошо и когда мы с ней стали делиться встретились по-женски поплакались друг другу а потом мы поняли что эта проблема оказывается практически у каждой второй женщины вот а кого не ткни пальцем ну может быть даже если это не прямо ее касается то возможно родственники у нее тоже столкнулись с этими проблемами но это даже не только женщина думаю что и у мужчин очень много молодых людей с которыми я общаюсь они тоже говорят а мой отец тоже не платил аренемент и мама сама тянула меня всю жизнь и вот эта проблема всю жизнь была соответственно вот это все вылилось в такое неформальное движение мама ты не одна мама за права детей почему мамы мы сейчас не говорим о гендере мы не говорим что мы там семенистки и все такое нет мы говорим мамы потому что к сожалению к большому сожалению очень часто 80% это дети остаются с мамой они живут с мамой 92% поправляет 92% детей остаются жить с мамой папы уходят и к сожалению я не знаю с чем это связано но не платить алименты через суд и не договариваться мирно они не хотят вот я вам даже приведу статистику которую я получила на днях из верховного суда я сама журналист поэтому я тут сделаю запросы если в 2017 году было 4,5 тысячи исков женщин именно по алиментам то в 2018 году их стало уже 11 тысяч этих исков а за полгода 2019 года уже их стало около 60 тысяч это говорит о чем это в принципе как бы это негативная статистика но ее можно рассматривать и с точки зрения как бы хорошего да потому что о чем это говорит о том что женщины перестали бояться идти в суд у нас огромная проблема в том что женщины боятся общественного суждения они боятся вообще как бы ну просто озвучить эту проблему что ей там чего-то не хватает у нее денег нет у нас как бы не принято говорить о своих проблемах очень часто многие даже ну вот вы даже работаете с кем-то часто вы даже не знаете что вот вот у этой женщины там двое-трое детей и она оттягивает и возможно что у нее суды длятся годами в чем еще у нас проблема в том что суды длятся годами хотя по закону есть у них определенное время но они нарушаются то есть у нас вся проблема хотя закон тоже конечно у нас хромает спасибо что она наконец-то все-таки обратила внимание на эту проблему вы знаете и мы действительно сталкиваемся с такой проблемой что куда бы мы ни шли все делают вид что этой проблемы нет все говорят да ладно почему вы там женщины какой-то грунтой страдаете вообще такое дело типа чем вы занимаетесь вообще вам что делать нечего действительно и эта проблема она невидима вот мы хотим сахмёр почему мы вот это неформальное движение общественное объединение у нас мы хотим чтобы эту проблему чтобы эта проблема наконец стала видимой услышьте увидьте и поймите что алименты это не право женщины это право детей а если мы сейчас забудем о праве своих детей о том что им нужно учиться лечиться есть дети которые не могут выехать за границу потому что они больны им надо лечиться а вот у второй родителей вы не решили и что ей делать куда идти она идет в суд а ребенок то болеет а время то идет в общем вот так я хотел бы еще сказать что у нас есть конкретный случай когда наше движение буквально в том числе помогло АИДе получить разрешение на выезд ребенка это был просто такой чатный случай который благодаря тому что мы объединились мы смогли помочь хотя бы одному человеку и одному ребенку если мы своим обращением своим движением совместно с филиями общими можем хотя бы одному ребенку помочь я считаю это очень хорошо АИДе расскажите пожалуйста Добрый день я столкнулась с такой проблемой это было год назад мне нужно было выезд на ребенка нам нужно было поехать в Ташкент на Олимпиаду и я обратилась к судьбонкам мы с ним не живем я к нему обратилась и сказала что мне нужно разрешение на выезд на ребенка на поедет на Алимпиаду на что он проигнорировал сказал я связалась с его убийством и просто меня заблокировали так что я заблокировала промолчала проходит год у меня по словам выезжать под в Ташкент мне нужно было забрать с собой ребенка но я хотела показать ребенку в город хочу все что от меня зависит дать ребенку и путешествия и образование расширить свой показор на что я снова я иного на антиазе ребенка потому что он меня везде заблокировал я обращаюсь к его судьбонки и пишу чтобы со мной связался с его адвокат со мной связывается его адвокат и он мне тоже в другой форме сказал при чем здесь я могла обращаться к нему решать попреки с ним они меня футболили это только моя проблема я не могу вывести своего ребенка за границу и потом мне пришлось просто это опубликовать в фейсбуке в черном списке я разместила пост со скриншотами и обратилась к людям я просто не знала что мне нужно делать в такой ситуации и попросила помощи я очень благодарна как мер ими то что подключилось подключилось сообщество мама ты не одна они меня очень хорошо поддержали и морально и юридически очень много откликнули женщин которые столкнулись именно с этой проблемой и после именно этого то есть после того как я разместила этот пост только после этого отец и условил дать разрешение на выезд и всего лишь на один год хотя мы договаривались что мы можем сделать по максимальному то есть хотя бы на 3 года и есть такое соглашение до 18 лет что я тоже беспокоила его так как у него есть своя семья свои дети и он вообще не принимает участия в жизни нашего ребенка нашей 16-летней дочери Эмилии и сейчас он хочет этим манипулировать и он не пишет такие вещи что если я буду вести себя очень плохо то есть в его сторону его адрес то он грезит тем что он мне не даст разрешение до 18 лет он специально сделал это на год чтобы смотреть на мое поведение если ему что-то не понравится он не даст манипулировать он так сказал что судьба этой девочки в твоих руках я просто хочу чтобы потому что ну я не знаю потому что он где-то бывает в талине это злиться на меня я думаю что наши с ним проблемы не должны сказываться именно на ребенка это примерок он здесь ни в чем не виноват и мы должны обраничивать ему права в россии и вот в россии есть такой закон что можно вывозить ребенка в присутствии одного родителя я тоже хочу чтобы все услышали и тоже поменяли закон в пользу того что после вывозить ребенка в присутствии одного родителя потому что для меня это большая проблема то есть через год я должна снова к нему обращаться обратиться и я не знаю должна пожалуйста дать вам это разрешение на выезд я хочу сказать что конкретно вот этот случай он говорит о двух аспектах первый аспект именно по таким случаям женщины не хотят подавать на элементы то есть просто женщины например даже не хотят подавать на установление от собственного потому что знают что потом начнутся проблемы да начнутся проблемы и очень много ответили вот так что я просто не стала от них ворот я понимаю что судебная система будет трогать меня и многие женщины просто не верят что они могут выиграть ну кстати я хочу добавить то что ты говоришь что женщины многие думают о том что судебная система против них но статистика говорит об обратном то есть 89 92 процент это дел которые подают женщины по алиментам по установлению отцовства по разводам хотя кстати я отметила для себя что на развод не подают на самом мужчину а женщины не подают очень мало процентов и вот процент выигрышей этих дел скажем так женских дел он достаточно высокий 89 92 поэтому женщинам не надо бояться надо подавать мама ты не одна значит под этим пришли вы можете найти сутки кап в фейсбуке в инстаграме наше соцсет присоединиться к нашему движению 6 ноября мы будем делать круглый стол мы приглашаем вообще журналистов давайте сделаем вместе это давайте повлияем давайте будем защищать права наше мы можем перейти к обсуждению либо кто-то резюмирует сказанное на крыгейском языке и перерыв к обсуждению я думаю у журналистов вам есть вопросы пожалуйста кто-нибудь на крыгейском языке готов сказать но вы тоже никто нечестно говорить на крыгейском какие я могу что-то я журналисты люди у шур аль-миньи поэнче тонн кааа проблем олах чинной это шур аль-миньи вопрос олгейм 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 а лекарство шур в 10 поэзда аль-миньи в аль-миньи санэ шур 92 поэзи и дек олгейм олгейм а дек дек Спасибо. Мы которым Балан крышaria не будем. Мы не заблуждали, мы не заблуждали. Как мы видим, вы мы не заблуждали, какое дародие твое 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 твое, вы корыли на рвовах. Немецкий роман. Когда мы надеемся, мы не заблуждали точно. Я не знаю, что я не помню. Спасибо за просмотр. Бывают бывшие журналисты, но бывших детей не бывают в Азербайджане. Чтобы они обратились к одному, они не бывают в Азербайджане. 2017 года в 2013 году был сумма жирнан жила сеттуршну кином Ehan кином был сумман на статком сеттуршит тактай очень бред также в общем обладавшись в норме они в норме объем баланс чета он вызвал у других которые от дамы разрешение с их после Поэтому мы также встретили в том числе и дарил с коды. Например, вы наружу, что вы наружу, когда вы наружу коды, то есть за год будет, чтобы вы наружу, или ребенок, или наружу, или наружу. Кстати, сегодня у нас есть проблемы. Например, у тебя есть один департамент, Продолжение следует... 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 Определение понятия взрослый неплательщик и именно срок 2 месяца, потому что многие считают, что это маленький срок, но когда у тебя на руках брудной ребенок, это твой источник дохода, это можно даже, я бы и один день поставила. В принципе, вот эти три нормы, которые вызывают самую большую веру на работу. Именно из-за проблемы, потому что нет, вот именно понятия взрослого неплательщика алиментов, именно из-за этой проблемы женщины годами не получают алименты и ему нечего дается. Вообще можно поставить месячный срок, потому что все время на акцию четко пригласить. Например, какой-то процент ежемесячно на содержание несущновения или малолетнего ребенка. Ежемесячно. Вот месяц он не обладил, значит, он должен понести ответственность. Потому что, извините, каждый день, а тут, грубо говоря, 30-31 день, это вообще большой срок. Есть вопросы, пожалуйста, представьте. Юлия Хижнякова, газета «Мегаполис». В случае собственного опыта, просто есть ли у вас какой-то обходной маневр для вот такого случая? Мой отец не платил алименты, потому что официально он безработный. Вот всю мою жизнь до 18 лет, он в 18 лет был безработный. Хотя мы все прекрасно понимаем, что на самом деле он работал, но получал зарплату в конверте, или как-то это все было обстрепано очень красиво и грамотно. В вашем новом законопроекте есть что-то на такой случай? Вы знаете, никто не освобождается от уплаты алиментов, даже если он считается безработным, даже если он сидит в тюрьме, даже ни при каких обстоятельствах, даже если он лишен родительских прав, он не освобождается от уплаты алиментов. Поэтому вы вполне можете заняться тем, чтобы привлечь в уголовную обязанность? Нет. В 2015 году экс-президент он подписал тогда, если он даже безработный, то тогда последнее зарплате по данному району, и он уже обязан, это не освобождает его от выплат алиментов, если он безработный. Юридически, если он, например, безработный, в этом районе есть установленная минимальная сумма. И, например, он, например, в районе 15 тысяч, там, например, в октябре 10 тысяч тонн, и он вам должен платить в разрезе заработная плата, из нее 25% он должен платить в твою услуги. И мой заключительный вопрос. Гипотетически представим, что прошли общественные слушания, представим, что ваша мощь энергии и ваши эмоции были достигнуты. И закон был принят. Ура! Ура! Скажите мне, юрист Аида Тардино, сумеет ли нынешняя система реализовать оперативно то, что заложено? Вы верите в эту реальность? Ну, на самом деле, если именно теория будет правильной, то и практика покажет свои положительные стороны. Просто, ну, лично это я предполагаю, да? Потому что… Это очень без теории. Да. Потому что это практика без теории, именно, которая будет под наше время, под наше… там, я не знаю, сегодняшнее, что у нас 7 лет уже пошло, да? Ну, конечно. Я очень рада, что у вас такой оптимистичный настрой. И те мужчины, лидеры фракции, которые будут рассматривать сегодня-завтра все это, у них не будет аргумента, который всегда приводится в таких случаях, что мы бы рады для системы не позволяет. Как можно за день, когда у сухи 250 дел? И, наконец, у нас еще одно вопрос. Мария Анатольевна. У меня, ну, наверное, будет в пике, да, вам такой вопрос. И вы озвучили то, что вы опасаетесь. Смотрите, запрет на разрешение на вывоз ребенка, да, то есть, как бы, мы сейчас говорим о позиции мамы, но я знаю людей, у которых получилась ситуация наоборот. Там вывезли ребенка без согласия папы, и папа, как бы, против того, чтобы ребенок жил за пределами страны. То есть мама пошла замуж, и все, и ребенка он не видел. Как вы предусматривались вот эту норму законодательства? То есть, как бы, каждый, оба родители имеют одинаковые права. То есть, как бы, не навредить, да, то есть, соблюсти вот этот все-таки баланс. У нас, видите, у нас согласные инструкции ДС при получении паспорта несовершеннолетним, монолитму и ребенку, то нужно согласие отца, также нотариакцию с удостоверенств. Да, и сегодня ее на 1-3 года. Даже если она, например, вывезла тот родитель, с кем проживает ребенок, то, соответственно, через 3 года по-любому ей не хочется менять паспорту ребенку. Если она, тем более, запутела в Крымской республике. Это будут те рычаги, которые можно будет, в принципе, найти и увидеть. Вы совершенно правы. Здесь не должно стоять вопрос именно, мужчина или женщина. Здесь стоит вопрос именно защиты права ребенка. Если ребенок выиграл в Олимпиаду, да, и у него есть возможность учиться в Германии, почему же отцу не выгодно отпустить его туда учиться? Это же разные варианты, да. То есть, именно, если инвентарь это рассматривает, то в большом смысле у человека, я скажу, 90% даже, что это делается во благо ребенка. То есть, его выводят туда не для того, чтобы он там как раз всего работал, да, а его выводят, чтобы он там получал в Олимпиаде, да, выиграл, может быть, как сказать, защитил именно честь страны, стал образованным человеком. И второй вопрос, который вы сейчас откроете, он тоже очень большой. Очень, очень большой процент родителей, которые получали паспорта и не могут ребенку получить паспорт, потому что отца просто не могут пойти. Да, я столкнулась с этой проблемой, потому что именно должно быть присутствие отца. То есть, мы его вызывали, ждали, пока он не подпишет, пока он сам лично не будет присутствовать, невозможно получить даже паспорт, загранпаспорт ребенка. Ну, представьте себе, ребенок вырос, и ему нужно искать боевого опыта, чтобы получить паспорт. А это никто не знает, ни милиция не может найти, ни у него в службе. Ну, ничего. И еще у нас тут в чем проблема. В плане того, что в законодательстве есть вот с исполнительным производством. Если должник находится в розыске, то можно получить загранпаспорт, оформить ребенку. А теперь минус. А как вывести без согласия? Должник находится в официальном розыске по постановлению судебного исполнителя. А вывести. Видите, теория не предусмотрела практики. Как наглядно. Я завершаю эту пресс-конференцию. У вас осталось еще ровно 6 минут. Вы можете пообщаться с глазом на глаз. Я думаю, это тоже будет эффективно. Я хочу сказать, что сегодня присутствовало достаточно много розыск. И я надеюсь, что ваш проект и проект всех активных граждан нашей страны получит хорошую поддержку. И вы сумеете противостоять и добиться хорошего закона по защите детей. Всем большое спасибо. До свидания. Эфи V. Субтитры сделал DimaTorzok